Телеканал КРТ представляет Наши телезрители Заберут, наверное, начнем Это горячая тема Столько людей погибло по человеческой халатности По человеческому фактору Ну, никто не застрахован от таких трагедий По последним данным 137 человек погибших Около 5000 ранены И около 15 миллиардов долларов ущерб нанесен Ну, вообще Ливан маленькая страна Она как половину Волынской области 10 тысяч квадратных километров И Сан-Бейру тоже город компактный, небольшой Поэтому и такие разрушения Поэтому и половину города разрушены Но хочу напомнить У нас разве не халатность та же самая? У нас, посмотрите, на Одесском пляже Вот это судно Делфи Год назад затонуло Нефть выливается тоннами И никому и дела нету Это додуматься Конкурс Объявлять конкурс Чтобы убрать это судно Ну, это уму непостижимо Где МЧС? Где госслужбы какие-то? Где все? Как это происходит? А мы удивляемся, что происходит в Бейруте У нас ненамного и вообще-то и лучше Еще хочу коснуться какой темы Хочу коснуться темы захвата заложников Ну, скользь так пройдем Потому что нельзя эту тему Это касается нас всех Да, нельзя обойти стороной Ну как, три захвата заложников за последнюю неделю Это можно с ума сойти Смотрите, в Луцке захват заложников Цирк, типа сумасшедший и больной В Полтавской области Ну, там ликвидировали Там более-менее серьезно неадекват И в Киеве Вот этот центр Торговый центр Леонардо Там офисное здание Захватил в банке Кстати, все Вот вы не обращали внимания Почему так происходит Все захватчики, так скажем Все или АТО, или АЗОВ Или имели какое-то отношение Где-то они оружие брали Где-то полусумасшедшее Но это наше общество тоже виновата в этом Вот я же говорил в передачах не раз Безумные все смотрят телевизор Вот они посмотрели телевизор Видят, ага, ничего не случилось Слава, все неделю тарахтят о нем Президент обращает внимание И этим всем безумным Не дает покоя эта слава Вот и все И эти, это Ну где в нормальной стране Президент ведет переговоры Или обращает внимание Или Трамп Или Путин Или Макрон Обращают внимание на террористов И делают заявления Или в интернете Или по телевидению Но это только у нашего идиота Додумался идти По научению какого-то террориста Еще и неадеквата идиота Вот поэтому и захваты будут Дурки позакрывали Власть реагирует неадекватно А этот Министр МВД Аваков Перемога У него все перемоги Никто не пострадал Посмотрите как мы сработали Сами это все закрутили Срежиссировали Потом с криками ура Все и разобрались Вот в чем ситуация Еще хочу обратить внимание Знаете на что Дорогие телезрители Товарищи Это то что Вышел казак Из переговорного процесса Мы Как Мы все прекрасно понимаем Что такое казак Казак это бывший генерал Это военный человек Он выполняет Четко инструкции Мы же видим Когда была воля Договорились по газу Именно кто участвовал в переговорах Грубо говоря Ермак Казак В этом процессе Почему удалось договориться Потому что Здесь Выступал Ермак И вообще Украинская сторона Выступала как Суверен Она сама принимала решение Почему Это же не сработало В теме С минскими соглашениями Потому что Мы же видим Во внешней политике И вообще И во внутренней политике Украина Не самостоятельна В своих решениях Вы думаете Это от большого ума По самостоятельности Приняли Не конституционно Протащили Вот эти пункты В конституцию О НАТО Это же Только навредило Вы посмотрите Финляндия Швеция Австрия Все Внеблоковые страны Швейцария Все себя Прекрасно чувствуют Обратите внимание Когда у нас На Украине Началась Беда Когда началась Когда вышли На Майдан Люди Проплаченные И начали Кричать Смерть Москалям Слава Украине Мы едем В НАТО Мы все Прекрасно знаем И знали Те кто Вывел Этих людей На Майдан Что Россия Очень нервно Реагирует На НАТО Давайте мы Вспомним Немножечко Отвернем Историю Назад И посмотрим Для чего Создавалась НАТО НАТО Создавалась Против Советского Союза Против Варшавского Договора Впоследствии Нет Советского Союза Нет Варшавского Договора НАТО Осталась Значит Кто у НАТО Первый враг Мы видим По заявлениям И Столтенберга И Руководителей Западных Стран Это Россия Российская Федерация Вот смотрите Где ум И где логика На границе Российской Федерации Мы кричим Мы как Буферная зона И вдруг Мы вместо Буферной зоны Превращаемся В сателлита НАТО Мы переходим Давайте Правде В глаза Смотреть Мы переходим Во враждующий Лагерь Против России И мы Говорим Мы теперь Вам не братья Мы будем Теперь Вашими врагами Ну А потом Удивляются Почему у нас Проблема В Крыму Случилась Беда Почему у нас Беда на Донбассе Ведь народ Донбасса Не захотел Быть В стане Врагов С России Потому что Там Братский народ Братский народ Мы Грубо говоря Мы братский народ И почему Донбасс Подумал И почему Донбасс Вдруг записали Без его Ведома В Киеве Совершили Госпереворот И взяли Донбасс Записали Во враги Русского народа Такого не будет Вот потому Вот в этом причина В этом беда И Когда Случилось То что случилось На Майдане Порошенко Мы все Слышали По пленкам Как он С Байденом Разговаривал Это просто Миша Ну это Согласись Это стыдобище Просто Внешнее управление И то такое Примитивное Такое Униженное Унизительное И докладывает И бежит Выслуживает Выслуживает И знаешь Это так омерзительно Это даже Даже если ты Начальник и подчиненный Так себя не должен Даже если водитель Так ведет Уже омерзительно Человеческого Нету Достоинства Никакого Я уже не говорю За президента Человеческого Нету Ничего В человеке И Вот вернемся По нормандскому Формату По казаку Казак Еще раз повторю Генерал Что у генерала Стоит задача Выполнить Когда Задача невыполнима Что генерал Говорит Это штурмовать Это Бесполезно Бесполезно И бесперспективно И казак Говорит Все я Ну Но смысла нет Ни в этом формате Мы же прекрасно Понимаем Для чего Это делалось Рейтинг президента Просел Катастрофически Слуга народа В полукраины Может Еле-еле 5-5 процентов Наберет Будет фракция По три По три Калеки Грубо говоря И что ему надо Ему надо Скажу сленгом Ему надо Потусоваться С Меркель Макроном Путиным Свой авторитет Смотри Тот Кто не имеет Авторитета Внутри Своего государства Тот Ищет Авторитета Как Почему Порошенко Ездил по миру Потому что Ничтожество Ничтожество Его народ Искренне презирал Адекватный народ И Точно так же Зеленский Полтора года Лжи И вот итог Его народ Уже презирает И он ищет Поддержки Лукашенко Си Динпину Не надо ездить Лукашенко Не надо И доказывать И доказывать У него народ Его поддержка Народ Так же Как и Владимиру Ильичу Ленину Ему никто Не нужен был Его народ И причем Весь народ Я вам больше Скажу Его поддерживала Весь пролетариат Планеты Если По большому счету Без всяких Уменьшений 100% Если бы Не было Этой поддержки Международные Интервенты Не высадились Бы в портах И если бы Не было поддержки Не победили бы Этих интервентов И в минском формате Мы теперь Остались На высоком уровне Грубо говоря Министров Иностранных дел И президентов Все Уже Вот эти подгруппы Куда Приклеили На уровне советников Советник Путина Сказал Это Ну грубо говоря Идиоты С ними не о чем Говорить Они не самостоятельны В решениях Для них Это пиар Это для Зеленского Вы поймите Дорогие Наши телезрители Мир Ему 300 лет Не нужно Он До сих пор Голобородько Который выступает На шоу Вот для него Минский формат Нормандский формат Это шоу И ему сейчас Почему они зашевелились Перемирие Местные выборы Время тикает Ему нужно Индустриальный шорох Провести Ему нужно показать Бурную Такую деятельность Вот посмотрите Мир Перемирие Но ничего Этого Не будет Выполнено И теперь В этот сериал Вместо Кравчука На второй сезон Взяли Ой Вместо Кучмы Второй сезон Снимают Уже с Кравчук Я правильно И сказал Деда Трудоустроили А деду Что Под 90 лет Там уже Ну грубо говоря Ну что за переговорщик 90 лет Там уже Отшибается О чем это говорит Майдан был Инспирирован США И США Держат Руку На пульсе На пульсе На переговорах Зачем США Мир на Украине Когда им надо У границ Смотрите У них была Чечня У границ А сейчас Донбасс Потом Нагорный Карабах Потом Грузия Потом А теперь К сожалению Случайно ли это Смотрите Саша правильно сказал Чечня Грузия Донбасс И все возле границ России Случайно Мне кажется Это далеко не случайно Россию Пытается шатать Чьи-то Чьими-то Руками И в этот раз Льется Украинская кровь Начали Чтобы Уколоть Россию Чтобы Уколоть Россию Начали Гражданскую Бойню На Донбассе Вот Многие Нас Упрекают Что мы Вата Сепары Что мы За Россию Да Не за Россию Мы 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 За здравый Смысл Вот смотрите Россия Вторая Армия В мире По Мощи Военной Зачем Нам Рыпаться Вот я Скажу По народному Зачем нам Рыпаться Против Второй Армии Мы Были Там Ниже Пятидесятого Места Рыпаемся К Такому К Мастодонту Зачем Хотите Хотели Бы В НАТО Кто Мешал Зарплату Выплачивать Военнослужащим По тысяче Долларов Без Майдана Вот тебе Но почему В Крыму Военнослужащие Перешли Давайте Вот мы Сами Бывшие Военные Я вам Скажу У нас Мы же Общались Куча Однокашников Одногруппников Остались В Крыму Почему Перешли Ну Потому что У нас Зарплата 500 долларов У офицера А там Полторы Две Вот и Все Вот тут Даже Вот смотрите Простая Ситуация Наш Друг Сергей Служили Мы вместе Он попал В Крым В Севастополь Рядом Общежитие Русский Флот И украинский Магазинчик В магазинчике Работает Две Продавщицы У одного Муж Лейтенант Украинского Украинской Армии Другого Российской Армии Он Флота Говорит Мы выходим Например Летом На шашлыки У него Зарплата Лейтенанта Полторы тысячи У меня 500 И он Говорит Да не надо Я заплачу Вы понимаете Молодой Что такое Лейтенант 22-21 год Вы знаете Как это Бурлит Это у человека Что типа По плечу Похлопал Не надо Я заплачу Я знаю Какое у вас Обеспечение Зарплата А потом Надувает Щеки С умным Видом Крым Мы потеряли Да вы его не имели Никогда Вы Нельзя потерять То чего вы не имели Что Крымом занимались Почему Турчинов Турчинов И вот эта партия войны Не скажут Вот почему мы до сих пор Не знаем Четкое 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 Количество Сколько людей Военнослужащих Вернулось На Украину А я скажу 5% Да Не больше 5% Смотрите Мы спрашиваем Если Была аннексия Агрессия Там зеленые человечки Там война То кто Добровольно Останется В империи зла Ну допустим Если там все так плохо рисуют Как они нам все кричат Запоребрик Запоребрик Почему 95% Вашего флота Осталось Запоребриком Да Сами вытолкнули народа И 90% Крымчан Ну Во вторых Давайте вспомним Великую Отечественную войну Зоя Космодемьянская Молодая гвардия Матросам Нет Я имею ввиду Подпольщики Кузнецов Почему у нас было Такое огромное подполье Почему у нас Как правильно историк писал Каждый колосок Травинка Боролась с врагом Вопрос Где подполье в Крыму Где в Крыму подполье Блаженнейший митрополит Ануфрий Сейчас искренне рад Искренне рад Что сейчас наконец-то Украинская православная церковь Созрела Выйти из этого совета церквей При президенте Что он говорит Приняли решение О том Что ущемляются права Верующих в Крыму Украинская православная церковь Имеет три епархии Около 20 храмов Было построено Какое ущемление И на православный сбор Украинской православной церкви Луганск Донецк И Таврида Там три епархии В Тавриде В Крыму Приезжают сюда Никаких проблем Кто кого ущемляет Зачем это ложь Да потому что денег нету Им никто не несет Они думали Барыши им понесут А там нету господдержки Религия отделена от государства Вот чему я говорю Миша Кто там что ущемляет Кто там что ущемляет Ну нечего ущемлять Еще раз повторяю Мы с Мишей Не за Россию Мы за здравый смысл И за свою родину Где наша родина Украина Украина О чем мы можем говорить И мы вот говорят Путин такой-то плохой Путин плохой Почему вы Граждане Украины Оцениваете президента Чужого государства Вы своего оцените Да Путину плевать И на меня И на вас И как мы его оценим Его избирали не мы И не те кто его обзывает Его избирает русский народ Русский народ его переизбрал Значит он его устраивает Нам не надо смотреть Кто какой Путин плохой или хороший Трамп плохой или хороший Лукашенко Уже начали Лукашенко давать оценки Кто мы такие Чтобы давать им оценки Им даст оценку свой народ Нам надо Собой заниматься Мы лучше давайте поговорим Зачем землю продали Мы давайте поговорим Зачем нам иностранные лаборатории Какая земля Террорист захватил заложников Облако Нечто Вот все что обсуждает Какая там земля И последнее Уже хочу эту тему закрыть Еще раз повторяю Зачем кричать Смерть москалям Второй армии мира Выйти на площадь Это сверху А по ракетному вооружению Первое По ракетному первое У России ядерный потенциал Может три планеты уничтожить Вышли банда отморозков За гнилую колбасу И стали кричать Смерть москалям Вы видели чтобы в Финляндии Кто-то вышел И начали кричать Смерть москалям Хотя В 1939 году Русско-финская война Советско-финская война Пол Карелии оттяпали у финнов Хотя предлагали по хорошему Если уже быть честным Финны вышли Австрийцы вышли кричать Да даже У восточных Даже у поляков Мозгов хватило Хотя Польша сама себя Обкарнала В конце концов В историческом контексте Даже у поляков Не хватило ума Вернее Хватило ума Не выходить И не кричать Смерть москалям А вот То же самое Медведь Стоит Ты его Тыркаешь Медведя Потом Медведь Оторвал руку И бегаешь С оторванной рукой Медведь Не руку Оторвал Что такое Медведь Руку мне Оторвал Неадекватный Да не лезь к тому Медведю Не лезь к тому Медведю Живи себе Спокойно Так Дорогие друзья Переходим К другой теме Эта тема Очень актуальна Сейчас На данный момент Это выборы У наших соседей Сначала Начнем С выборов Польши Победил Все знают Прекрасно И сегодня Принял присягу В четверг Шестого Числа Президент Дуда Старый Новый Президент Дуда Набравший 51% Тшашинский Это Набрал 49% Якобы Либерал Проевропейский Подал В суд Суд Признал Выборы Легитимными И поэтому Еще раз Говорю Прошу Любить И жаловать Президент Там Остался Дуда Прошу Как Саша Говорит Любить И жаловать Что это значит Во-первых Если уже Подаются В суды И штабы Двух Кандидатов Набравших 51% И 49% Не признают Выборы Друг друга Это что значит Общество Разделено Если уже В суды Начинает идти Общество Разделено И Нездоровая Нездоровая Ситуация Что Показала Польская Ситуация Польское общество Польша Выбрала Опять Путь Национализма Большинство Поляков Все-таки Не приемлят Европейские Ценности Это Однополые Браки И Больше Интеграция И экономики И общества В Европейский Союз Польша Все-таки Выбирает Свой путь Под Юрисдикцией США Под Протекторатом США И еще Миша Ты не забудь Очень много Дудя Сыграло То что Он не пустил Мигрантов Да Конечно Да Но он Что ты Националисты Везде Националисты Националисты Что в Израиле Что Фессионисты Что На Украине Что В Польше Что в России Золотопогонники Двинутые На царя-батюшки Это что же Вопрос Очень большой Хочу напомнить Мы с Мишей Не раз повторяем Для меня Русский Шовинист И бандеровец Одно и то же Это мои враги Есть хорошая Такая Бандера и Власов Герои Дальше по тексту Дальше по тексту И Вот Вот Польша Сделала свой выбор Больше В националистический уклон Хоча Этот Шишинский Он тоже Не Ангел Европейский Как хотят Его представить Там тоже Свои нюансы В любом Случае Это будет Продолжаться Политика Анти-Россия Агрессия А это Не забывайте На границах Нашей родины Украины И Рано или поздно Все националисты Будут Предъявлять Польские Националисты Предъявлять нам Претензии К восточным Крессам Дальше Выборы Продолжаются Девятого Числа Наши Ближайшие Соседи Братья Братья Родные Братья Будут избирать Президента Выборы В Республике Беларусь Сейчас мы Немножечко Разберем Эту тему По кандидатам Я знаю Что информации В украинском Пространстве Не так уж и много Тем более Не любят Говорить Об этом Что Лукашенко Будет Переизбираться Президентом А поверьте мне Он переизберется Но в этот раз Уже знаете Так Не все так Ярко И красочно Потому что Агенты влияния И в самой Белоруссии И в Прибалтике И на той же Украине Начинают Свою игру Начинается Был Сегодня Кстати Была задержана Начальник штаба Кандидата Тихановской Светланы Где Вышла Из Посольства Литвы И сразу была задержана На разговор Они как всегда Начали визжать Пищать Что это Ее арестовали Ареста не было Ее пригласили В МВД Республики Беларусь По Митингу Сегодняшнему Несанкционированному Миша Давай напомним Нашим зрителям Жвание выступал Где деньги получали В посольстве Литвы Вот и ответ На вопрос И официально Она делала Визу Прямо перед выборами Ей нужно Визой Заниматься Начальник штаба Не выборами Занимается А занимается Вопросами Визы Ну это бред Сивой кобылы Там она получила Это бабки Грубо говоря Она получила Вот ее и задержали Чтобы не было Ни денег Ни это Значит устные указания А где получить деньги Это значит Закладку Сделали Ей сказали Или через какие структуры Или через какие организации Она может получить Финансирование А еще по поводу Жвани Вот мы вспомнили Еще Миша Хочу обратить внимание Помнишь Туск Говорил Будет баллотироваться И все после Еврокомиссии Его пророчили Конечно Знаешь что он не баллотировался Вот я и зрителям хочу объяснить Да Да кстати Потому что Жвания сказал Что в чемоданчике Привез 5 миллионов долларов И это Скорее всего Это был Туск Который Вы не заметили Что Туск всегда топил За Порошенко Даже перед арестом Прямые телемосты С Туском Так вот Жвания утверждает И намекает Намекает Опять же Говорю что Порошенко 5 миллионов евро Привез Туску Чтоб Туск благословил Его на президентство Так вот Вам это Западный мир Чистенький От коррупции Не подвержен Коррозии Коррупционной Все так Чистенько Красивенько Геи красивые Ходят И никто Взяток не берет Ложь Абсолютная И возвращаемся К выборам В Белоруссии Сейчас Дорогие наши Телезрители Пройдемся По кандидатам Виктор Бабарико Это банкир И сейчас Против него Открыто Несколько Уголовных дел Вывел Больше 200 миллионов Долларов И куда В Латвию Бабарико Да Когда Честнейший Вот вам И там Говорят Побил рекорд По сбору подписей Собрал 400 Признали Пророссийский Ему уже вешали Помнишь Титл Собрал Больше 200 тысяч Подписей В общем Уголовные дела Беларусь Это вам Не Украина Здесь Порошенко Кровавый Манипулятор И Этот Мародер Потому что Когда идет Гражданская война Он ворует С бюджета И ворует Сукроборонпрома А что делали По законам Военного Расстрел Конечно И вот в Беларуси Таких проходимцев Ставят на место Это не То что Про закон Он Все В Беларуси Это законная страна Там нельзя Имея 500 долларов Зарплату Вы Выйдете Под Верховную Раду У них Официально Зарплата Там Сколько 40 тысяч Гривен Там Машина В день Обслуживания 40 тысяч Стоит Да И в общем Про западный Я вам сейчас Перечислю Оппозицию Какая оппозиция Противостоит Лукашенко Дальше идем Владимир Никляев Руководитель Бывший руководитель Союза писателей Белоруссии Аля Змагар Интеллигент Знаете Как 60 Блаженный Блаженный Не от мира сего Он там Тоже Мотало Его Из стороны В сторону Куча Разных Мнений В общем Как говорится Старая Избитая Фраза Но актуальна Гнилая Интеллигенция Второй Ой Третий Александр Санников Дипломат Бывший Замминистра Иностранных Дел С конца 80-х Работал В Соединенных Штатах Абсолютно Непредвзятый Кандидат В организации Объединенных Наций Потом Работал Послом Швейцарии Мне Я даю Сто процентов Там и был Завербован Это даже Так же Как и в свое Хорошо Бывший дипломат Миша Бывший дипломат Миллионы Миллионы на выборы На подписи Как он что бы Кто он развернул Так же Как и в свое Время Был Завербован И Кравчук И Гриценко Когда И Филарет И Филарет И Кучма И Ющенко Вся вот эта Либеральная Гниль Нацистская Националистическая Вся была Завербована В США Дальше Валерий Цепкало Так же Дипломат Советник Шушкевича Первого Президента Тут уже Знаешь Все На этом Можно уже Остановиться Посол США Посол в Соединенных Штатах Америки Но что Хочу за Миша Почему по всем Кандидатам Уши из США Потому что Кто еще Будет Толкать Баламутить воду Кто будет Баламутить воду И самое главное Что Эти все Кандидаты Были сняты За махинации За воровство И за Скрытие налогов Америка Что Американцы Их толкали Они не знали Что они Все Преступники Они на Ключке У американцев Это Более того Они прекрасно Знали Что они Будут Сняты С выборов И что Американцы Сейчас Будут Визжать Сняли Видите Сколько Демократов Ой Кандидатов Все Были Сняты С выборами Еще Зацепкало Аля Сенцов Режиссер Что Зацепкало Еще Интересно Дорогие Наши Телезрители Был Советником Шушкевича И В 94 Году Вовремя Предать Это Не Предать Это Предвидеть Он Переметнулся В штаб Кого Лукашенко От Лисица И был В штабе Молодого Перспективного Кандидата Александра Лукашенко Вот я и говорю А может быть Его Приставили Саша Такое Гнилье Не надо Приставлять Я имею Может быть Как бы Знаешь США Прилепило Может быть Но Присматривать Там Такая Г Кравчук Да А что И Кравчук Не такой же Спасал СССР Теперь Смотрите С Медведчуком В блоке Бывший коммунист Бывший коммунист Носитель билета Его коммунистом Не могу назвать Президент Сдавший Ядерное оружие Потом В блоке Не так С Медведчуком Потом С Юлей Потом С Юлей Был Поддерживал Потом С Ющом Потом Уже С Порошенко Сейчас уже При Зеленском Сгодился Я хочу тебе больше сказать Ада Роговцева Что не помнишь Команда Без которой На мне же Это Тут таких Не Я имею ввиду С Медведчуком А сейчас посмотри Бабка двинулась Тут таких много Возвращаемся К выборам В Белоруссии Сергей Тихановский Кандидат Тоже Который был Арестован Сейчас Вкратце Пройдусь По Тихановскому Аля блогер Стал блогером В 2019 Году Перед выборами Перед выборами Имел свою студию Два слова Смотрите Как действуют Американцы Берут Ничтожество Подонка Понимаете У американцев Один критерий Вот как По Яценюку И остальным Чем больше Ты подонок Тем Сильнее Тебя берут В разработку И вот К чему я веду Сенцов Перед терактом Режиссер Да Хотя Регалии Хотя Я вот снимаю Сына Когда он купается Я тоже могу быть Режиссером Конечно Ну то же самое Этот блогер Вот Ну не напишут они ему Тунеядец Нигде Никогда не работал Вот становится Этот Помнишь Что Приколотил себя Красный Эдди Причиндалы Эксционист Какой-то Я уже иду Илюзией Выдумывают Понимаешь Всякие невероятные Профессии Выдумывают Дальше Тихановский Якобы Снимал клипы За что Его задержали Задержали Первое Самое главное Несанкционированный Митинг Сопротивление Клипы Да Снимал Супер Бизнесмен Какой-то Ну Бред сумасшедший Кому он что Снимал До сих пор Неужели Они думают Что народ Грубря Схавает Такое Ну Сенцова Схавали На Украине Думают Что и Тихановского Схавают Снимал клип Да Дальше За что Его Взяли За то Что Несанкционированный Митинг Напал На милиционеров Побои Милиционеры Имели Я еще раз Подчеркиваю Беларусь Правовое Государство Там за каждое Своё Действие И слово Ты будешь Отвечать Это не Украина И Изюминка На торт По Тихановскому Блогер Грубо говоря Безработный Тихановский На даче В загородном Домике Полузаброшенном Находят почти Миллион долларов Да 900 тысяч долларов Наличные На клипах Конечно Супер бизнесмен Это Миша Ты понимаешь Что это умный человек Понимает Это на Майдан Это деньги Липовые деньги На майдан И грубо говоря Он не сумел Объяснить Происхождение Этих денег Внятно Он сказал Я бизнесмен Почему бы У меня нет Таких денег Почему они Не задекларированы Вот Миша Ты очень правильно Сказал Беларусь Правовое государство Там нельзя С неба Взять и миллион В банках Как у нас тут Находят Как Зеленский Кипрские компании Офшорные Налоги не платил Также Порошенко Липецкие фабрики Полузаконно Полунезаконно Оформлены Не оформлены Я еще уверен Что в 95 квартале Большинство персонала Вообще даже Не оформлены Безработные Технические В конвертах Все получают деньги В Белоруссии Я Дорогие телезрители Хочу подчеркнуть Чем мы отличаемся Чем мы отличаемся От правового Белорусского государства Не может там человек Безработный блогер Владеть миллионом долларов Не сумеющий Объяснить это И идти на выборы Как у нас Полубезработные Полубродяги Все имеют на выборы Посмотрите Идут нацисты И националисты Азов Свобода Безработные У нас есть Игорь Гусь Такой На Волыне Якобы националист Фонд Сороса Его всю жизнь Начиная с 90-х годов Ведут Американцы Американские фонды Платят ему деньги Безработный Стал нардепом Чем он занимался Что он делал Ротовая книга Как этот лист Чистая Чистая Понимаете В Белоруссии Это невозможно Вот правовое государство Вот я вам перечисляю Этих Якобы Оппозиционеров Проходимцы На самом деле Это преступники Проходимцы Безработные Агенты Влияния США Вот и все Дальше Тихановский Не смог Баллотироваться Так как преступник Что делает Тихановский Берет свою жену 83-го года рождения Женщина Бах Она идет на выборы Все И уже Светлана Тихановская Официальный кандидат И все эти Бабарико Никляев Санников Вся эта Ну скажем Либеральное болото Вот это все Продажное Красивое украинское слово Наволочь Наволочь Вот это Действительно Вся присягнула Тихановской Как по указке Да Как вот По указке Вся присягнула Кому Блогеру Еще раз повторяю Главному Вот этому Что платили Американцы деньги Он не смог Жену Семейный подряд Бизнес А что они не взяли Главой штаба Кончиту Ну вот Я не могу Иди ты И вот она пошла Смотрите Что дальше происходит Еще раз повторяю Все вот эти Либералы Присягнули ей И она Якобы Единый кандидат От оппозиции Идет на выборы Что происходит Дальше Что происходит Дальше Она Официально Обращается К Ангине К Ангине Меркель Защитите Меня Как кандидата И защитите Выборы И Ангина Меркель Обращается Через Уже Германия В газете Самой Популярной И Телепередача Вернее Телеканал Deutsche Welle Кстати Тоже финансируется Из американских Фондов Германия Озабочена Выборами В Белоруссии И уже МИД Германии Отреагировал На обращение Тихановской Кто такая Тихановская Как вам Смотрите Когда Убивали Людей И убивают На Донбассе Почему-то Меркель Не беспокоит А тут Проходимка Домохозяйка Домогосподарка И сразу Меркель Обращает Внимание Не Миша 15 тысяч Убитых На Донбассе Она сильно Обращала Внимание Вот Дорогие Телезрители Я вот и Хочу Обратить Внимание Кто Идет Это Еще раз Подчеркиваю Это даже Не кандидат Сергей Тихановский Блогер На которого Сделали Ставку Западные Спецслужбы А его Жена Просто Человек Ну Вообще Встречный Поперечный Выдернули Как Речку Какую-то Вот она Я Супер Оппозиционер И все же Присягнули Ей Все же Либералы Присягнули Если бы Человек Имел Авторитет Зачем Бо он Присягнул Не надо Созывать Всю эту Шушеру Возле себя Не Я понял Я имею Если бы Кандидат В президенты Вот эти Что присягнули Были бы Авторитетные Вот ты мог бы Представить Допустим Чтобы Путин Собирает Например Или Лукашенко Помогите Мне И собирает Всяких Встречных Поперечных Знакомых Незнакомых Ну это Абсурд Бред Дальше Идем И вопрос Почему Присягнули Все Почему Не присягнул Этой Тихановской Глава Профсоюза В Беларуси Ну допустим Вот и авторитет Почему Глава Академии Наук Не присягнул Почему Офицеры Не присягнули Вот допустим Сказали Офицеры И отставники Офицеры Беларусской Армии Присягают Тиханов Потому что Присягают Все По команде Агенты Влияния США Все кто Но не народ Нет А это не народ Далеко не народ Вот о чем и говорю И Еще что хочу подчеркнуть Повторяю И буду повторять На неизвестного Кандидата Жену Блогера Который не смог Баллотироваться Реагирует Меркель Канцлер И правительство Германии И Вот вам Пожалуйста Ответ И что Тихановская Сказала Она еще Никто Ничто Она уже Кричит НАТО Россия Враг Агрессор Вы понимаете Ну Все как в 14 Аж Все по лекалам Все по лекалам Они даже Не удосужились Они наверное Все вот эти ЦУ Перевели На русский язык С украинского Да и не переводили И Порошенко Русскоязычный И вся И Кличко И вся эта клика Они взяли Просто с 14 Исправили На 20 И дали Тихановской Потом дальше Идем Есть еще Такие Кандидаты Как Сергей Черечень Анна Конопадская Дмитриев Это все Кандидаты Можно сказать Амбиции Это Кандидаты Амбиции Они просто Так решили Засветиться Может С заделом На парламентские Выборы А почему бы и нет Не Может быть Черечень Вот этот Сергей Говорит Нам с Россией Ассоциацию Подписывать Ни в коем Слове Не ассоциацию А договор И дорожную карту Нельзя Потому что Запад Нас Не так поймет Мы потеряем Свою независимость Вкратце Скажу об этом Кандидате Был и Бегал в комп Партию Сейчас Возглавляет Социал-демократическую Партию В общем Ренегат Ренегат Который хочет Амбициозный Ренегат Золотой Мальчик Которому Родственники Там дали Пару рублей Есть амбиции Вот он хочет Ну хочет Мальчик Пойти На выборы Аля Кива Был там Уже там Да Ему Видите Человек Не идеологически Ему принципиально Приспособление Все равно Как и через кого идти По выборам Лукашенко Вернее по выборам Президента Хочу сказать За Лукашенко Знаете Нужно говорить правду Откровенно Тем более Мы этнические Белорусы Я Хочу напомнить Глава Белорусской общины Волынской области Мы уже Дважды Дважды За июль Месяц Собирались Общиной Обговаривали И это Очень больная Тема Что сейчас Происходит В Беларуси Вы сами Знаете С задержанием Россиян 33 человека Было арестовано Есть Бывшие Также Граждане Украины И уже Президент Зеленский Переговорил С Лукашенко Чтобы якобы Вернули Граждан Воевавших На Донбассе Участвовавшие В гражданской войне Но они Бывшие Граждане Украины Которые Получили Гражданство Российской Федерации И являются Гражданами Уже России Так что Мне кажется Пусть Обломается Зеленский И какое Они отношение Имеют к Украине Я тебе Миша Больше скажу Уважаемые Телезрители Вы не верьте Вот этим Частным Провокациям Вы думаете Что в России Все в белых Такие беленькие Пушистенькие Тоже есть Свои Свои Предатели Это знаете Как есть Говорят Башни Кремля Они качаются В разные стороны Они не всегда Качаются В одну сторону И вы Делаете Поправку На ветер Нельзя Гульно Сразу Обвинять От Лукашенко Там хотели Пришли Поехали Боевики Вы знаете Вы думаете Что Олигарх Он в России Хороший А на Украине Плохой Одинаковые Они все Одинаковые Вы думаете Если Коломойский Имеет частную Армию Ее не имеет Дерипаска Или частная Армия Не имеет Абрамович А вы не думали Что русским Олигархам Не дают покоя Белорусские Предприятия Модернизированные Калийные Новенькие Модернизированные Предприятия Вы думаете У них руки Не чешутся И думаете Еще раз Говорю Что у них Нет своих Частных Армий Так что Вы на это Частная армия Это наемники А наемники Могут работать На кого Тот кто заплатил Вот и все Но мы конечно Будем следить Не очень хочется Верить Что государство Россия Это далеко Не так Ну а частный Капитал Почему бы и нет Тем более Что частный Капитал Всегда Еще раз Говорю И говорил И Саша Подтверждает Это Да это Мнение Многих Что хотят Олигархи Заполучить Предприятие Инфраструктуру Особенно Вы не забывайте Шелковый путь Будет проходить Через Беларусь Вы не забывайте Дороги Какие Центры Логистики Будут строиться А в Беларуси Одни из лучших Дорог В Восточной Европе А вы не забывайте Белаз Маз Потом Атлант Выход на Прибалтийские Порты Это все Беларусь Тем более Сейчас кстати В пятницу Будет Загружаться Атомным Топливом Уже АЭС Беларусь Беларусь Пройдет Загрузка Ядерного Топлива И уже Будет Запускаться Первая В Беларуси Атомная Электростанция Это Разве Не Инфраструктура Электричество Это все Будет Модернизация Беларуси Она же Проходит И Тоже Чешется В одном Месте Что еще Хочу За Беларусью Сказать Знаете Не нужно Еще Обвинять Лукашенко Знаете Вот Взять Лукашенко 90% Хорошего 10 Может быть Не очень Я не говорю Плохого Не очень Миша Но он же Человек И сразу И сразу Начинается Лукашенко Такой Сякой Лукашенко Подлец Лукашенко Предатель Лукашенко Возит Колю Да это Самый Маленький Грех Лучше Порошенко Возил Того Сына Вот Именно Чем Воровал Чем Мародерствовать И Рошен Открывать Где надо И не надо Потом Прошла Информация Что Лукашенко Пригласил Генпрокурора Беларусь Беларуси И Украины Поговорить За вот этих Задержанных Но Без российской Стороны Мне кажется Это ничего Не будет И еще Что очень Важно О Знать О Якобы Передаче Запроса Украинской Стороны Передаче Граждан России Украине Те Что участвовали В гражданской Войне На Украине Это то Что Кулеба Сказал Что Минск Официально Не Обращался Киеву По передаче Никаких Обращений В министерство Иностранных Дел Украины Это по задержанным Да Не было Это пиар Это Популизм Смотрите Это можно сказать Что сделал Зеленский Зеленский Смотрите Хайпанул Хайпанул То Путину Перезвонил Перед Выборами Местными Хайпанул То Сваты В Луцке Снял Да Перемирие То Сваты С заложниками Ну Как Так Называемый Как Шутят Сами Лучане Снял То В Киеве Кого-то Захватил То Выступил В поддержку Террориста Лишь бы Люди Якобы Не Пострадали То Поехал Сегодня На Донбассе Крутиться Вертиться То Кравчука Нанял Какой Он Молодец Какой Он Очень Хороший Парень Зеленский Это Пиар И Знаете Иногда Может Беларусь И реагирует Но Она По чистой По доброте Своей Душевной Вот Так Вот И реагирует Зеленский Позвонил Ну Как Ну Что Не Поднять Трубку Президент Звонил А Нам С масками И С оборудованием Помогал А Кто Горючие Смазочные Материалы Когда У нас С Россией Были Проблемы Кто Нам Помогал И мы А мы К санкциям Присоединились Да Да Мы Спасибо Белорусскому Народу Сказали Официально Что Еще Скажу По Выборам В Белоруссии Едет На Выборы В Белоруссии Кстати Перед этим Сначала Хочу Заявить Что Было Обращение Коммунистических Партий России Украины Белоруссии Братских Коммунистических Партий К белорусскому Народу Чтобы Беларусь В лице Лукашенко Отстояла Свою Независимость Истинную Чтобы Она Проголосовала Народ Белоруссии Сам Белорусский Народ Проголосовал За президента Лукашенко Действующего Надеемся И будущего Чтобы Доказали Всему этому Либеральному Миру Что Белоруссия Истинно Независимое Государство Чтобы Народ Белоруссии Отстоял Все Социалистические Завоевания Которые Остались Ей От БССР Чтобы Все Заводы Остались На месте Чтобы Все Остались В государственной Собственности А значит Собственности Народа И Лидер Коммунистической Партии Украины Петр Николаев Симоненко Будет Выезжать И Наблюдать За выборами И Представители Коммунистических Партий Бывшего Советского Союза И в день Голосования Симоненко Будет находиться В Республике Беларусь И будет Встречаться С Руководством Республики С Высокопоставленными Чиновниками Республики Беларусь Будет Находиться На Острие И Воочию Будет Наблюдать И смотреть За выборами Потому что Коммунисты Украины Всегда Последовательно Отстаивают Интересы Братского Беларусь Народа И Еще Что хочу Обращаясь К беларусам Я знаю Нас смотрят И в Беларуси И в России Обращаясь К беларусам Которые находятся В братских Республиках И у нас На Украине И в самой Беларуси И в Российской Федерации Знаете От имени Обращаясь Сейчас Беларусской Общины Волынской Области И я Как сам Этнический Беларус Мы Единогласно Приняли Решение Поддержать Лукашенко Морально Конечно Морально Лукашенко На предстоящих Президентских Выборах Которые Пройдут Напомню 9 числа Обратиться Ко всем Беларусам В Беларуси Земляки Альтернативы Лукашенко Нету Если хотите Украинской Ситуации Голосуйте За Тихановскую Бабарико За всех Ренегатов Проамериканских Которые Продадут И сдадут Вашу Родину Только Лукашенко На данном Этапе Я не говорю Как будет В будущем На данном Этапе Альтернативы Лукашенко Нету Только он Способен Сохранить Мир Благополучие И процветание Республики Беларусь И заканчивая Выборы Заканчивая Выборы В Беларуси Лукашенко Будущий Надеюсь Президент Беларуси На этом Тему Беларуси Заканчиваю По поводу Еще Местных Выборов Как раз Мы уже За выборы По поводу Местных Выборов Вы не Обратили Внимание Что Перемирие Да У нас Перемирие Все договорились Все окей Тогда вопрос Почему Донбассу Не дают Голосовать Потому что Они неправильно Проголосуют Что тут Не понятно Вот Миша Ты в точку И не потому Что они могут Обеспечить Безопасность В кавычках А потому что Луганская Донецкая Область Выберут Себе Свою Местную Власть Которая Будет Кардинально Отличаться От Киевских Властей Правильно Которые Будут Отстаивать Народ Смотрите Кто Отстаивает Интересы Народа На местах Местная Власть А там Военно-гражданская Администрация И вы посмотрите Все Западные Украины От губернаторов До всего Аппарата Ну человек Приехал С гор Спустился Закончил Институт И оказался На Донбассе Он знает Историю Донбасса Он знает Полиэтническую Составляющую Донбасса Он же Понимаете Он даже Русского языка Не знает Грубо говоря Он в школе Его не учил И приехал Без знания Русского языка Приехал На Донбасс И начинает Вы понимаете Отвращение Я даже больше Скажу Мы с Мишей Были В 15 В 18-м году Мы были В Северодонецке На выборах На выборах Местных И мы встретили Военный патруль Наш Он увидел Наш патруль Слушайте Что нам тогда Сказал Наш украинский Патруль В Северодонецке Увидели Нашу волынскую Прописку Что нам Сказал Патруль Хлопцы Местные Мовы и оригиналы Местные Нас ненавидят Нас ненавидят Не ходить вечером Не ходить вечером А якщо ходите По 3-4 Он даже не сказал По двое А ходите По 3-4 И проводили нас До самого И проводили нас До подъезда Они просто Не знали О наших взглядах Вы представляете Нам военный Патруль С автоматами Говорит Местные Нас ненавидят Это что такое Есть у нас товарищ В Константиновке На Донбассе Живет Денис Чупаха Антифашист Коммунист Вообще хороший человек Кстати тоже И арестовывался СБУ И с мешком На голове Ездил И был избит Неоднократно За свою позицию Вот я никогда Не забуду Его слова Он Сказал Чем дальше От Донбасса Тем больше Специалист Вот это Не действительно Это неправда Высказанная Жителями Донбасса Специалисты По Донбассу Во Львове В Тернополе В Ивано-Франковске В Киеве Они на Донбассе Были Галопом По Европам Там проехались Пару раз Они не знают Донбасса Вообще Из-за чего Началась Гражданская война На Донбассе Из-за чего Ушел Крым Киев Не знал Донбасса Не понимал Тем более Львов Тем более Западная Украина Галиция Вот смотрите Простой пример Я не буду далеко ходить Простой пример Буквально год назад Поставили Начальника Волынской милиции Поставили С Луганска Или он служил В Луганске Я не буду там Вдаваться в подробности Ну грубо говоря И весь Вся Волынь Стала на добы Депутаты Активисты Ну все Все Нашу нам Пришлый Так что вы Пришлых Тулите на Донбасс Что касается Волыни Львова Тернополя Ровно Пришлых нам не надо А почему вы Этих же Львов Ну Львов Галицаев Ну С Галичины Отправляете на Донбасс Что вы Что вы Там люди Что тупее Вас Не могут Сами разобраться Понимаете И давайте Правде в глаза Посмотрим Там Все говорят По-русски Но откуда Вот эти Речники Всякие Речники Поперечники Заперечники Выходят И на щирый Галички 50-70 Рассказывают Нам вещают Чем живет Луганский Гороадминистрация Да Как Откуда Или в Одессе Это же вы понимаете Наводнили Ренегатами Это вы думаете К добру Приведет Нет Ну вот смотрите Кравчук С Ровенской области Всю жизнь В Киеве Проработал И Сейчас Переговорщик По Донбассу Чего ты там Будешь делать Ты что Донбасс Даже Кучма Донбасса Не знает Он Работал На Южмаше Понимаете Мы ставим Людей Кто О Донбассе Только слышал Краем уха Где-то Или где-то Соприкасался Вы знаете Кто Должен быть Переговорщиком Который Без охраны Может приехать В Донецке И по Донецку Пройтись Вот такой Переговорщик От Украины Должен там быть Да Кравчук Пройдется Спокойно По Донецку Через 5 минут Уже Закончит Как Муссолини Вот именно Это в лучшем случае Допустим Кто у нас Есть авторитеты Академик Толочка Допустим Он киевлянин Но он по Донецку Пройдется С гордо Поднятой головой Он И по Киеву Может пройтись И по Донецку Может пройтись Кстати Кравчук Единственное Что Этот безумный старик Более-менее Нормально сделал Это он Предложил В контактную группу Фокина Витольда Вот я вам скажу Это первый Премьер-министр Украины Он кстати Был против Выхода Украины Из рублевой зоны Это Кравчук Настоял Но это Американцы В шею толкали Давай-давай Быстрее С Россией Порывай связи Особенно Экономические Потому что После Смотрите После 2004 Переворота Не смогли Экономически Оторвать В 2014 Уже сделали Окончательно Но А то что Произойдет То что с аборигенами Здесь пройдет Это Будет происходить Это никого Не Не интересует Витольд Фокин Он работал На шахте С инженера Начинал В Луганской области Он знает Донбасс И вот мне нравится Его кстати Статья За шахтером В газете 2000 Она выходила По-моему За 15-й год Советую Почитать Я правда Запамятовал Как ее Как она называется Там очень Развернуто Очень Грамотно Очень Как бы По державному По державному Правдиво Он Описал ситуацию Что с шахтами Происходит Что происходит С промышленностью На Донбассе И Он И еще что Какие слова Я его запомнил Донбасс На колени не станет Он не приползет На колени В Киеву Это тоже нужно Понимать Знаешь Мне какая фраза Что я понял Об этом человеке После его Высказывания Он сказал так Что началось В 14-м году Это Те Кто пришли В Киев В власти Это вот Турчинов Порошенко Пошли Наказать Донбасс За то Что они Не приняли Переворот В Киеве Ах ты не принял Мы пойдем В Крым Крым не получилось Так они Вот это Понимаешь Злобу Вот эту ненависть Они понимаете Русским по шапке Дать не могут Не так Своих давай Убивать То давай Пойдем на Донбасс Ах вы были За Яныка Ах вы были Против Майдана И на Огнем и мечом Пошли Это слова Фокина Вот я После этих слов Зауважал Очень Я еще раз Говорю Единственное Что безумный Старик Сделал Здравый смысл Значит Не такой уже И безумный Ну Будем надеяться Будем надеяться Мы знаете Что мы будем Надеяться Что он Хотя бы Под закат Под фи Под антракт Свой Хотя бы Хотя бы Перед богом И людьми Попытается Смыть Свой позор Который Он всю жизнь За собой Волочит И Фокин Знаете Что еще Сказал Миша Тоже Обратите внимание Что он сказал Я хочу Хотя бы Я с радостью Согласился На это предложение Под закат Своей жизни Хотя бы Вырвать У судьбы Мир Молодец Ну говорю Вот такие люди Должны быть И такие Кстати Знаете Когда он Был на пенсии Отошел от дел Кстати Ему Черномыртин Предлагал Идти в российское Правительство И он отказался И чем он Очень грамотный Умнейший человек Чем он занимался На пенсии Он говорит А я перевел Руслан и Людмилу Поэму Пушкина Перевел на украинский язык Но только назвал его Свободный перевод Почему свободный Пушкин выдумывал слова Те что Лукоморье Да Подходят И он Фокин Тоже Молодец Грамотный Да Свободный перевод Я кстати Обязательный Давайте И вам советую Прочитать Очень хочу Прочитать В свободном переводе Фокина И кстати И он и ушел В отставку Из-за Знак протеста Из-за Кравчука Потому что Кравчук начал Вот это Толкание в шею Давай реформы Давай пуконы А ты помнишь Где гривна печаталась? Да И как она везлась В Канаде Все печаталось Все Американцы толкали В общем Следующее Знаете Что хочу Вот так бы Как бы Сказать Нищая страна Вот Украина Нищайшая страна За чертой бедности ВВП на одного жителя Около двух тысяч Кстати Вы знаете Вот Молдавия Все время Была на постсоветском Пространстве Ну в таких Вот В европейской части Советского Союза Самая Эталон Нищеты Грубо говоря Давайте честно Признаваться Но Знаете Как говорят Пальму первенства Вырвала Украина Но я скажу Не так даже Украина Не вырвала Пальму первенства Она на эту пальму залезла И начала еще Эту пальму трясти Экономически ВВП на одного жителя Это международный валютный фонд Мы ниже Чем Молдавания Но это уже Индустриальная страна Выходящая к двум морям Имея порты Имея черноземы Имея космос Имея И авиастроение И железнодорожное сообщение Нищая Ты к сожалению Я к сожалению Имела Вот Может быть И да Ты на космос Сказал И мне плакать Ты Кто Гагарина Отправил в космос Чья ракета А львовский автобус Подвозил Подвез Львовский автобус Подвозил Гагарина Кстати Дорогие друзья И товарищи У нас спрашивают За какую же вы Украину И за русский мир Или там Вот у меня даже Компетентные органы Спрашивали на допросах Я говорил Да я за русский мир Что вы подразумеваете Да вот что такое русский мир Я не знаю что вы подразумеваете Для меня русский мир В русском мире Украина обрела Обрела субъектность В русском мире Украина обрела Литературный Украинский язык Ну и не советский союз Русский мир Да Так я вот говорю Она стала Субъект международного права В русском мире Она стала Основательницей УСО Соучредителем Соучредителем УОН В русском мире Она получила Крым Который никогда Не имела В русском мире Украина Русского парня Гагарина Подвез Львовский автобус А южмашевская Ракета Его отправила В космос А встречали его Вертолеты МИ С нашими двигателями С мотора Сич С мотора Сич Вот Вот что я имею Русский мир Что вы имеете Под русским миром Я не знаю Русский мир Это Гоголь Это Булгаков Это Щербицкий Это украинская Православная церковь Это украинская Православная церковь Понимаете Это очень Огромное понятие Оно шире Усколобых Вот этих Следователей Псов Которых Натравливает Режим Порошенко Зеленского На инакомыслящих А Татарбунары Это не русский мир А А Закарпатья А Южмаш Это не русский мир А Антонов Это не русский мир А Донбасс Это не русский мир Это Ну это все Намного шире Это Вот они Ускоколейно Понимают Это местечковый Вот этот Галицкий Ментальность Русский мир опасен Для США Для англосаксов Знаете Почему англосаксы Ненавидят русский мир Потому что русский мир Лишил Западную Европу Колоний Кто Африку Освободил Кто Индию Первый Советский Союз Это русский мир Да Пусть Израиль Кто Если бы не Советский Союз И не советские солдаты Не было бы вообще Государства Израиль Вообще бы не существовало Такого И вот к чему Кто спас евреев В Европе Русский мир Русский солдат Советский солдат Не ну они его Обзывают Да Они не разделяют Дорогие телезрители Что хочу подчеркнуть Очень важно Для Националистов Нацистов Идиотов Скакуасов Русский мир Советский Союз Это все для них Одно и то же Почему они ввели Запретили Вкупе Георгиевскую ленту Не георгиевская Если грамотно Это гвардейская лента Да Запретили гвардейскую ленту Ввели законы Докоммунизации Для них Это все Русский мир Так вот В самой Нищей Европе Стране Украине Александр Богуслаев Богуслаев Это сын Генерального директора Этого Мотор Сич Покупает В Италии Остров Голинара И вот Итальянские министры Итальянские Прокуроры Заинтересовались На каких За какие деньги За какие деньги На каких Аля Тихановский Да Аля Тихановский Нигде не работал Миллион Этот нигде не работал Остров И на каких Педставах Как говорится Ему продали Вообще Этот остров Как он вообще Его приобрел Эта заповедная Зона Италии Как он вообще И начали копать Разбираться Начал Говорю Всплывает Этот Генеральный директор Миша Это же в Европе Взяток не берут Там же все по закону Как они продать Не берут Прям таки Не так Они же нам Втюхивают И еще Мотор Сич Госпредприятие Мотор Сич Госпредприятие Это раз Поставляет Свою продукцию В больше Ста стран мира Что такое Мотор Сич Это авиадвигатели Это двигатели К вертолетам Это двигатели К ракетам Кстати Новые комплексы Противокорабельных Ракет Нептун Изготавливается Именно На мотор Сич Это стратегическое Предприятие Для Укроборонпрома Это стратегическое Предприятие Для нашей страны Это наша Оборона Это наш Престиж Это мировой Уровень Так вот Богуслаев 50% Акций Продал Китайской Компании И оказывается Эта компания Еще и Богуслаев В 90-е годы Участвовал В приватизации Как эта Приватизация Происходила Вы все Прекрасно Знаете Дорогие Наши телезрители И как Он мог Владеть Таким Частный Капитал Предприниматель Мог владеть Таким Государственным Мегапредприятием Международного Мирового Уровня Это тоже Вопрос И китайцам Продал Деньги Получил Сыну остров Купил Вот вам Государство Украина Вот вам Что происходит У нас В стране А мы Уже Обсасываем Вторую Неделю Захват Заложников Что сумасшедший Человек Облако Кстати Стоявший На Майдане Что он там Сказал Что он там Какую пиццу Заказал В Луцке Что там Высказался Умалишенный Продали предприятие Продают землю Все это Не важно Все это Не интересно Все это Второстепенно Зеленский Позвонил Лукашенко Зеленский Позвонил Путину Зеленский Выступил О перемирии Зеленский Поддержал Террориста Чтобы никто Не пострадал Все что происходит В стране Ложится Промышленность Продается Земля Все второстепенно Еще Миша Мы очень важную Вещь пропустили Русский мир Это 52 Миллиона Граждан Да Да Это советская Украина У СССР 52 миллиона А сейчас При демократии В кавычках 30 В лучшем случае И вот Помните Они кричали Мы уже Миша С тобой Эту тему говорили Скільки При Голюдумуре Голюдумур Голюдумур Так Где 20 Сколько 30 А было 52 Где 22 миллиона Вопрос А если Убрать Зарабичан То у нас Вообще 25 Где 27 Миллионов Советский Союз 27 Миллионов Во второй Мировой Войне Потерял Одна Маленькая Украина 27 Миллионов Без Войны И без Катаклизм Голодовый Все Не Не Ну Сейчас Голодомур Голодомора Пенсионеров И Малоимущих Хочу вам еще Объяснить Рассказать Вспомните Историю Речь Посполитая Когда объединилась Литовским Княжеством Там была и Украина Беларусь Ну Земли И Все были Нормально Был Старославянский Язык Литовский Жумантия И Польский Была Речь Посполита От Можа До Можа Речь Посполитая Приняла Решение Поляки Приняли Решение Одна Держава Одна Мова Одна Вира Польша Превратилась В маленькое Региональное Государство И Украина Превратится В то же Самое Украина Украина Когда была Полиэтническая С русским Языком Внеблоковая Внеблоковая Была От Можа Два Можа Два Два Моря И Огромная Территория Шестьсот Чем-то Тысяч Там Не помню Шестьсот Чем-то Тысяч Когда Одна Мова Одна Вира Одна Начия Украина Как Угриновая Шкура До Батурина Или До Галичины Но уже Крыма Нет Донбасса Нету Это Только Начало Венгрия Одна Мова Одна Вира Один Народ Венгрия Такая Королевство Румыния Вот таким Превратилось Турция Помните Почему Называли Османы Османы Это Были Иноверные Народы Это Те Которые Не обязательно Тюрки Османы Почему Называли Османская Империя Империя Османы Это Не тюрки Не все Тюрки Это Не тюрки Это Те Жуджили И когда Османская Империя Турция Превратилась В маленькое Государство Когда В 17 Веке Османское Выкинули И сказали Одна Мова Тюркская Тюркский Язык Убрали Арабский И убрали Греческий И убрали Армянский И у них Так стало Одна Мова Одна Вира И Турция Превратилась В маленькое Государство Вот К чему Приводит Одна Мова Одна Вира США Испанский Договори На любом Языке Лишь бы Ты Честно Трудился Кстати У нас Товарищ В США Эмигрировал Пожалуйста Русские Классы Русские Классы Подготовки Есть Дети Ходят Обучаются В Колорадо Штат Обучаются На русском Языке После Уроков У нас Критерий У нас Критерий Не по языку Должен А у нас Критерий Должен Честный Труд Честный Налог И честное Сосуществование Вот где Должно Быть Принципиально Когда У вас Воруют Кошелек В маршрутке Вы что А вы Скажите Будь ласка Вы на Какую Мову Размавляете Украинскую И российскую Он Вор В первую 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 Зеленский Лжец В первую В первую И тоже Скрывал Налоги И в контексте Вот этих Всех Событий Мы Ждем Украина Развал Россия Развалится Она скоро Люсна Она Развалится Это я За апрель Месяц Помните Когда баррель Нефти Подходил Там К 12 К 10 Долларам И все Наши Вот эти Скакуасы Майданутые Ждали Когда же Та Россия Развалится Сейчас уже Баррель Нефти Больше 46 Хочу вас Успокоить Дорогие Скакуасы Можете Не прыгать Не подпрыгивать Нефть Пошла Вверх Вы За себя Переживайте За себя А что Скакуасы Не спросили Хлопти Почему Один Доллар Стоил Литр Бензина При цене Сто Долларов За Баррель И Десять Долларов За Баррель А ценник Один Доллар Так и Остался Это Неважно Самое Главное Ждать Когда Россия Развалится Ждать Когда Люснет Россия Да Грубо говоря Мне плевать На Россию Да Мне Мне надо Сына Вот В школу Отправить Я знаю Что Три месяца Карантина Мы без Работы Сидели Мне не Все равно Там Грубо говоря Как В Москве Пойдут Дети В школу Мне интересно Как В Киеве Пойдут В Луцке Во Львове Дети В школу В России В Чечне Чеченский Русский В Бурятии Бурятский Русский Почему У нас Нельзя Так Сделать И не было Б Крыма Донбасса В чем Причина Дайте мне Давайте так Дайте мне Ипотечный Кредит В 1% Зарплату В 5000 Долларов И я клянусь Я буду На украинском языке Говорить Даже со своими Детьми Для меня Не будет Проблем Дайте мне Как в пирамиде Маслоу Сначала надо Физиологическое Наполнение А потом уже Духовное Я клянусь Я буду Щиро Размавляться Украинской Мовой Даже со своими Детьми Даже в молитве С Господом Почему Иосиф 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 Сталин И начал С индустриализации Надо было Страну Накормить Одеть Микоян Донбасс Отстраивал Кто Весь Советский Союз До сих пор На Донбассе Шахта Полтавская Кировоградская А вы знаете Кто Свой путь Начинал С Донбасса Свой путь Президент Казахстана Первый Нурсултан Назарбаев С Донбасса И что он Сказал Мне Слово Никто На Донбассе Не сказал Что я Казахстан Никто Слово Не сказал И что Фокин Еще Кстати Сказал Я 20 лет Работал На Донбассе Я не слышал Слово Сепаратизм Я не слышал Слово Что-то плохое Про Украину Слово Плохого Не слышал И что Еще Хочу Подчеркнуть Насчет Темы Донбасса Уже Мы завершаем Нашу Передачу Миша Ты понимаешь Донбасс Это наша Рана Это беда Что хочу сказать О Донбассе Все Кто Думает Что Донбасс С оружием В руках С самого начала Хотел отделяться От Украины Что его Расшатали Что там Агенты Влияния Что русские Отодрали Все Это ложь Дорогие телезрители Причинно-следственная связь Причина Госпереворот Причина Наказать Донбасс За то Что он не признал Госпереворот И на митингах В 2014 году Весной Когда В Крыму Проходил референдум Никто Не говорил Я вам Поедьте на Донбасс Спросите у участников Но мы же были на Донбассе Мы были на Донбассе Сколько раз Мы Осенью на Донбассе Когда Фаза закончилась Агрессивная Еще в Луганске Были еще Стрельба Даже шла Никто Не хотел отделяться Только После того Как Киев Объявил Войну Донбассу И украинская армия Начала Стрелять По Донбассу Еще раз Подчеркиваю Украинская армия Стреляла По своему народу Один раз Второй раз Она уже стреляла По чужому народу Вот что Самое главное Донбасс Сначала Захотели Уничтожить Когда Донбасс Начал Защищаться Когда Началась Гражданская Война Гражданское Противостояние Начали кричать Сепаратисты И подлецы Вот из-за чего Все началось Перелом Отлично Для меня Знаете Когда был Переломный момент Когда По Луганской Облгосадминистрации Авиация Ударила Авиация Вы понимаете Я увидел Этих людей Это беззащитные люди Все У меня мир Перевернулся Понимаешь И еще И я так Знаете Что я первое Подумал Вот Мы с Мишей Обсудили Это еще тогда Это Слава Богу Что мы уволились Из этой армии До этого Позора Грубо говоря Да До этого Позора Я Я смело Смотрю в глаза И кстати Знаете Что нам Некоторые говорят Наши Земляки С Волыни Вы Вы Маргиналы Вы Типа Ну Вы Таким В таком Маргиносе Что вас Не любят Нигде А я ему Говорю Кононович Маргинос Кононович Может поехать В Берлин В Лондон В Москву В Донецк В Луганск В Севастополь В Минск Ты можешь В Донецк поехать Не туда Не поеду Там Сепары Так кто из нас Маргинос Почему Кононович Может Донецк Луганск Берлин Варшава Любляна Симферополь Севастополь А ты Такой Правильный Проевропейский Ни в Севастополь Ни в Донецк Так кто из нас Маргинос У любого Галычана Спрашиваю Или Майданутова Почему Кононович Может поехать Коммунист Донецк Луганск Севастополь Симферополь Любляна Берлин Всюду А вы не можете Такие правильные А знаете почему Потому что Никогда Кононович Не говорил Против Какого-то Этноса Или против Какого-то Человека Полиэтнический Мир Да вообще Это Вообще Глупость Человеческая В 21 веке Говорить Одномова Одновира Одноначья Ну Примитив Это примитив Чего ты И Дорогие наши Телезрители Завершая Нашу передачу Как бы Подводим Черту Мир Донбассу Лукашенко Наш президент Я имею ввиду Президент Республики Беларусь Мира Всем